Климатическое обслуживание в Великобритании в области здравоохранения В Великобританию идёт тропическая жара. Сотни человек погибли из-за волн жары. Лето 2003 года давно прошло, но многим его до сих пор не забыть. Тысячи человек умерли от небывалой жары, возможно, сильнейшей в Европе за последние 500 лет, когда температура достигала 48 градусов. Многие больницы и другие медицинские учреждения были застигнуты врасплох, ведь таких крупномасштабных бедствий ещё не случалось. Оказывая практическую медицинскую помощь, думаю, мы действовали, скажем так, в спешке. Теперь мы видим, что если известно, что климат изменится, особенно если это повлияет на некоторую часть наших пациентов, то можно сделать заблаговременное планирование. Это превентивная мера. Нужно стараться так делать всегда. С того злополучного лета ситуация изменилась. Профессор Диплэш участвует в разработке ответных мер от имени Министерства здравоохранения, а также на европейском уровне. Жара 2003 года стала призывом к действию для стран всего мира, особенно для Европы, в частности, Восточной Европы, вплоть до Средней Азии. Существует проект, который Всемирная организация здравоохранения разработала как ответную меру на волны жары. Он призван помочь разным странам подготовить планы на случай жары, чтобы можно было оповестить жителей о том, что следует делать при наступлении жары для сохранения здоровья. В разработке проекта участвовали такие организации, как Метеослужба, Министерство здравоохранения, Общественное здравоохранение Англии, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, а также Европейский центр по окружающей среде и охране здоровья. Метеослужба разработала услугу прогнозирования здоровья, чтобы снизить влияние нестабильного и меняющегося климата на здоровье людей и на здравоохранение. Каждая из возникающих перед нами проблем, таких как жара, наводнение или эпидемия вирусных заболеваний, связанных с изменением климата, затрагивает здоровье, социальную сферу, образ жизни и экономику. Поэтому всякий раз, когда разрабатывается политика в области этих вопросов с целью ввести либо предупреждающие, либо адаптационные меры, все должны принимать участие. Нужны уполномоченные представители многих областей. Как и профессор Диплэш, доктор Питер Стот из Центра метеослужбы в Хадли тоже пытается найти пути, как климатическое обслуживание может подкрепляться политикой в области здравоохранения. По его словам, раннее предупреждение должно снизить смертность из-за жары. Мы подготовили доклад о жаре 2003 года. Это был первый документ, который напрямую связал отдельные случаи экстремальной температуры с изменением климата. Ведь что происходит при изменении климата? Растет температура, и возрастает риск такой сильной волны жары со всеми ее серьезными последствиями. Добрый день, метеослужба, слушаю вас. Сейчас посмотрим прогноз. Информация, которая может помочь людям в разное время, это заблаговременное предупреждение об экстремальных явлениях. Имеется в виду не только прогноз погоды на ближайшие дни, но и взгляд на сезон вперед. Например, есть ли значительный риск, что какой-то сезон будет особенно теплым? А еще взгляд на ближайшие десятилетия, то есть как проявится изменение климата, и как возрастет наша подверженность таким экстремальным явлениям. Все эти соображения вылились в конкретную стратегию в Великобритании, где Министерство здравоохранения разработало план на случай жары. Целью этого плана является сокращение смертей и болезней в летний период и обеспечение всех возможных социальных и медицинских услуг населению. Главное – иметь эффективную систему наблюдений. Наша задача – обеспечить помощь для наиболее уязвимых групп населения. Помочь может даже сосед или волонтер. Если, скажем, у кого-то болезнь Альцгеймера, то это может быть медсестра, которая регулярно навещает больного, а иногда даже и врач. Самое главное – построить эту разумную систему. Но также важно обеспечить нужные условия для максимальной защиты наших пациентов. Ученые говорят, что рекордные температуры 2003 года могут стать нормой к 2040-му, и поэтому надо срочно всерьез задуматься о том, как именно изменчивость климата угрожает здоровью людей. В том, что касается дальнейшего развития, все страны мира должны стремиться улучшить уровень жизни населения, чтобы люди болели меньше. Для этого нужно, чтобы они вели более разумный и экологически безопасный образ жизни. Одна из наших задач – предоставлять ответственным людям в различных министерствах климатическое обслуживание в нужное время. К счастью, эффективные стратегии с использованием результатов исследований здоровья и климата успешно справляются с предотвращением смертей от жары. Особая благодарность Национальной метеорологической службе и Национальной службе здравоохранения Великобритании.